Вашему вниманию предлагается сорт зернового сорга «Донской жемчуг». Коллектив авторов его создал. Я селекционер профессиональный, автор 30 сортов гибридов сорга и в мой коллектив входят еще три фермера. Их задача это совершенствование технологии. Вот, например, впервые сорга посеяна при наутиле, а также семеноводство. Но это тоже достойный вклад и за него всегда давали авторство. Чем отличается этот сорт? Сорт ранеспелый, низкорослый, комплексно устойчивый. Никто его не жрет, кроме если корова забредет. У него очень высокая чистая продуктивность фотосинтеза. Здесь при таком посеве, при наутиле, это не совсем как бы проявляются его положительные качества. А вот если посеять широкорядно, да, на 70 сантиметров, значит, у этого сорта к уборке остается 4 листа и полуметровая метелка. Вот даже вот эта метелка, вот смотрите, 25 и 7, 32 сантиметра. Широкорядно это будет 50 сантиметров метелка. Причем она довольно плотная, не такая уж и рыхлая. Зерно крупное, масса тысяч зерен 26-28 граммов. Это и самая его главная отличительная черта полустекловидная эндосперма. То есть вот зерно, если порушить, то и сравнить с другими сортами, значит, там мучнистый, это стекловидный. Казалось бы, мелочь, ерунда, но это очень важно. Это, значит, дает возможность его, когда он высохнет, он не впитывает в себя влагу, меньше впитывает влагу, чем мучнистые сорта. Ну, сорт низкорослый, не полегает. Что еще сказать? Качество великолепное. Я делаю дерть вот из этого сорта и варю каши. Значит, каждое утро у меня завтрак начинается с каши. Ну, правда, не каждый день сорга, там чередую. Значит, сорга, пшено и так далее, кукуруза. Но сорга, к сожалению, вот, ну, мало уже осталось таких энтузиастов. Были раньше мои учителя Шепель Николай Андреевич, Малиновский Борис Николаевич. Они бы, конечно, это все с большим энтузиазмом рассказали. Ну, так вот, как сумел. Спасибо за внимание. В этом году уже в Никлиновском районе сыпанул 40 центнеров с гектара, в прошлом году в Морозовском районе было 60 центнеров урожайность. Ну, вообще-то, в основном наш сорт по линии фермеров войдет, потому что он еще не внесен в реестр, он только готовится к передаче в госкомиссию. Вот, поэтому крупные хозяйства его не сеют. А фермеры, один может получить рекордный урожай, а второй может это дело угробить на корню. Почему? Ну, вот Морозовский район. У одного 60 центнеров с гектара, а у другого 10. Ну, я туда не ездил, понимаете? Так что, что там было? Какие типичные ошибки при выращивании сорга? Ну, сорга это не пшеница. Пшеницу, знаете, любой дурак посеет и получит 30 центнеров. А сорга все-таки свои особенности. Нужна неглубокая заделка, нужно сохранить влагу. Значит, нужно там вовремя прикатать, заборонить. Возможно, междурядная обработка. Но зато, если это все правильно сделать... А вы за классику. Предыдущий оратор тоже за классику там рассказывал. Правильно. Допустим, здесь не прикатывали, не баранили. Правильно, правильно. Ну, посеяли, обработали. И вот культура прекрасно же выглядит. И она достойна, я думаю. Правильно. Вот за это мы вас и ценим. Вот за это мы вас и включаем соавторы. Потому что вы нам как бы расширяете наш кругозор, наши возможности. Получили с этого сорта 35 центнеров зектара. В этом году, я думаю, будет не меньше. Ну, сорок сыпануло. Неклиновский район в этом году. Человек звонил, он уже убрал. Уже 40 центнеров. Вы сказали, неглубокая заделка. Неглубокая. Это на сколько сантиметров? 5-6 сантиметров. Ну, это 5-6 сантиметров. Это реальные 5-6. Потому что мы как привыкли. Агроном вот тут возле лесополосы померил. 5-6. А дальше там провалилась у него сеялка. И там 15. Поэтому это все надо следить. Все это надо проверять. Скажите, структура затрат какая по сорка? Потому что она все-таки нишевая культура и мало кто знаком. И бюджет какой по сорке? Когда я работал главным агрономом ЗАО Мацкевича, директором был Абаян Ардаша Суренович. Вчера я его звонил, приглашал. Он извинился, сказал, что не приедет. Сказал, что он находится на самоизоляции. Так вот, когда мы с ним вырастили, значит, на брошенных полях, эти поля фермеры бросили, уже высосали из них. Все, что можно было, бросили. Он мне предложил взять эти поля, значит, под сорга. Мы их взяли. Часть осенью вспахали, а часть почти по ноутилу сеяли. И на 177 гектарах получили на круг 35 центнеров, причем практически без затрат, без удобрений там. Ну, в общем, я вот сейчас цифры эти не помню. Это вот, может быть, Сергей Васильевич сейчас скажет. Потому что он сам себе и агроном, и управляющий, и бухгалтер, и тракторист. Вот. Но где-то было порядка в 8 раз меньше затраты, чем на озимую пшеницу. И вот тогда была проблема со сбытом сорга. И Ардаше Суренович ездил в порт, не знаю в какой. И, значит, ему сказали, что формируй боржевую партию в 2000 тонн, и мы примем сорга. Вот он собирался это делать. Собирался из 6500 гектаров, которые были в Мацкевича, он собирался 2000 отдать под сорга, чтобы, значит, сформировать даже не одну, а парочку этих боржевых партий. Вот. Но так жизнь распорядилась так, что ему пришлось уйти из этого хозяйства, и это дело мы отставили. А, в общем-то, был бы прекрасный тоже опыт, и показательный был бы результат. Но сейчас я слышал, что проблем с закупкой сорга нет. Сейчас эти контейнерные перевозки, и, то есть, не обязательно это формировать большую партию. Значит, можно произвести и продать, так сказать, без проблем. Поэтому культура прекрасная, страховая. У меня даже был случай, вот в Селинском районе фермер Иван Яковлевич Сысоев посеял ячмень и посеял сорга. Ячмень у него дал 3 центнера с гектара, сорга, ну тогда, правда, был другой сорт, дал 30 центнеров, но этот дал бы еще больше. Спасибо за внимание. По затратам мы уже говорили, да? Ну, я не знаю, тогда в городе буквально. По затратам мы обсуждали, весной там есть видео, да? Что касается нашего хозяйства, вот этого сорта. Да, мы же не можем там учитывать все. Что касается этого сорта, порядка 2 тысяч рублей на гектар. Сотратная часть, если мы будем сравнивать с единицей, мы говорили 15-16 тысяч рублей, да? Прямые сроки. Да, здесь до 2 тысяч. Ну, 8 раз. Вот мы у нас там, да. По затратам где-то дороже у ребят, да, где-то дешевле. Ну, вот, что касается этого сорта. Поэтому культура малозатратная, я считаю, еще раз повторяю. Для малых фермерских хозяйств, кто занимается животноводством, птицеводством, это выход из положения, да? И плюс, вот, что нас касается, мы эту культуру все-таки будем внедрять для пожневных остатков. Мы сейчас убираем ее, срезаем. Буквально 20-30 сантиметров, она ничего не наматывается. Короткостебельный сорт. Вот. А все остальное остается на поле. До весны, накапливает снег, накапливает плагу. И мы весной заходим и сеем. Продолжение следует... Продолжение следует...